доброго времени суток всем тем кто зашел на мой канал мне поступил вопрос от одного моего подписчика с великолепным чувством юмора он спросил меня а правда ли что грушей помогают вылечить простатит у меня мол сейчас есть и то и другое целый сад груш и простатит недавно приобрел а вот как объединить это все вместе с пользой для дела и без вреда для здоровья не знаю и вот сегодня мы с вами попробуем помочь нашему веселому не падающему духу подписчику феликс это видео для тебя и так помогает ли груша при простатите чтобы ответить на этот вопрос необходимо сперва уяснить целебные свойства этого фрукта а в нем содержатся следующие полезные вещества это эфирные масла антибактериальные вещества а именно арбутин это природный антибиотик органические кислоты микроэлементы это минеральные соли цинк калий кальций и йод витамины и дубильные вещества учитывая столь внушительный набор микроэлементов и минералов плоды груши при простатите употребляют для достижения следующих результатов это убрать воспаление купировать болевой синдром укрепить иммунитет и снизить температуру тела и убрать головную боль это частые симптомы при хроническом простатите но теперь зная и понимая что собой представляет груша как лечебный плод и чем она может помочь мужчине при простатите рассмотрим несколько популярных рецептов использования ее при воспалении предстательной железы рецепт 1 самый простой но эффективный это употребление груши от простатита в натуральном виде это неплохое профилактическое средство состав фрукты как вы уже знаете богат органическими кислотами и клетчаткой что положительно сказывается на работе всех желез в организме включая предстательную для снать и для снятия воспалительных процессов предстательной железе также можно использовать и свежевыжатый сок груш хочу обратить ваше внимание на то что употребление этого фрукта в неограниченных количествах может привести к расстройству пищеварительной системы рецепт 2 когда сезон свежих плодов подходит концу можно принимать отвар из сушеных груш для этого пол килограмма сушеной фрукты заливаем двумя литрами кипяченой воды и настаиваем в течение 10 часов затем состав кипятим на медленном огне в течение 10 минут а когда отвар остынет процеживаем его через марлю и применяем по 50 100 миллилитров 3-4 раза в сутки при хронической форме заболевания хорошо помогает отвар из дикой груши и хочу отметить что при приготовлении отвара сахар не применяется рецепт 3 использование листьев дикой груши этот ингредиент может послужить основой для приготовления лечебного чая такая методика используется в основном для профилактики адреномы простаты как заваривать из листьев чая я думаю рассказывать не надо не буду тратить на это не свое не ваше драгоценное время это даже мои внуки знают так что думаю с этим вы разберетесь сами и так как лечить простатит грушей мы с вами выяснили однако выбрав такой метод борьбы с недугом следует соблюдать осторожность потому что при всей своей пользе фрукт имеет противопоказания к применению поэтому надо запомнить несколько правил первое исключено употребление фруктов на пустой желудок в состав груши входит много натуральных кислот которые будут раздражать стенки желудка второе также не стоит этот фрукт употреблять при любых расстройствах желудочно-кишечного тракта третье не рекомендуется есть груши при нервных и психических расстройствах и параличах четвертое нельзя запивать плоды водой это неизменно вызовет изжогу пятое есть груши следует не раньше чем через 30 минут после еды шестое груши и мясо несовместимы поэтому после груш нельзя есть мясо и наоборот седьмое если вам уже за 50 как мне не стоит использовать для лечения терпкие и кислые сорта груш они тяжело воспринимаются организма употребляйте только мягкие и сочные плоды и восьмое это индивидуальная непереносимость здесь придется ограничиться употреблением чая из грушовых листьев как его делать вы уже знаете ну что друзья мои моему подписчику феликсу на вопрос мы ответили и выяснили как лечить простатит обычной грушей думаю что данная информация будет полезна не только ему потому что возраст за 50 в свое время постучится каждому мужчине в дверь и вместе с ним и простатит может зайти в гости как непрошенный гость еще хочу отметить что процесс оздоровления при воспалительных процессах предстательной железы довольно таки сложен и здесь требуется комплексный подход который включает себя медикаментозное лечение и народные средства народной медицины всем пока до новых встреч крепкого всем здоровья и мирного неба над головой